Здравствуйте дорогие друзья! С вами опять Роман Головин и сегодня я хотел с вами поговорить о хиромантии. Многие мне задавали вопрос по этому поводу. Тема на самом деле очень древняя, интересная. Там кто-то говорит, что хиромантия там еще была известна 2000 лет до нашей эры. Ребята, она была всегда, поэтому смысла искать нету, когда она появилась. Эти знания не существовали всегда. История переписывалась, время менялось, числа менялись и так далее. Существует вообще хиромантия, это как говорится гадание по руке. Именно записана часть программы на руках и на стопах. Кто-то говорит, что по стопам лучше гадается. Я специально спрашивал у наших духовных наставников на ладони больше данных, чем на стопе. Поэтому это заблуждение. Во-первых, на ладонях, даже на ладонях не вся информация нам дана. Во-вторых, та информация, которая существует, все вот эти линии, которые очень четко и подробно описаны в книгах, в литературе, в свободном доступе, все-таки это не стопроцентная правда. Опять же скажу, те, кто хотят гадать по картам, по ладоням, еще по каким-то вещам, это только должны быть специальные люди, у которых это в программе написано, что они могут этим профессионально заниматься. Эта, можно сказать, работа, она недоступна для всех. То есть ей должны заниматься избранные люди. Так же, как и быть контактерами профессионально, профессиональным должны избранные люди быть. Их должно быть много, но они должны принадлежать к определенным людям. Эта работа должна принадлежать к определенным людям. И эти люди должны быть профессионалы своего дела. Во-первых, эти люди должны обладать определенными сверхспособностями, чтобы читать вот эти линии это не все просто так если же вы почитаете литературу о хиромантах все равно там будет говорится что если вы видите что человека заканчивается жизнь то не спешите ему говорить об этом так как вы можете ошибиться не всегда линия тоже сто процентов указывает на что-то вот есть до 100 процентов есть не сто процентов поэтому те кто наверное работает всю жизнь у кого-то есть сверхспособности да то тогда конечно же есть варианты объяснение ситуации то или иное есть практика уже есть опыт до наработки свои какие-то когда человек только начинающий или опыт небольшой и у нее нет сверхспособности то конечно может говорится наломать дров наговорить ему людям такой информации от которой человек будет шоке когда человек обладает сверхспособностями когда человеку по программе возможно заниматься хиромантии другими вещами гадание по карте то на гадание на картах тогда человек занимает своим делом и не нарабатывает карму все остальные люди которые будут этим заниматься будут нарабатывать это небольшую карму так же как и хирургии так же как и врачеванием когда люди хотят чем-то заниматься но у людей нету знаний у людей нету доступа к этой работе к этим данным эти люди должны заниматься совершенно другими вещами я у себя на канале много раз уже говорил кто впервые может быть смотрит эту лекцию посмотрите мой канал как мы достаем информацию о чем я говорю какие мы темы поднимаем и тогда возможно через какое-то время все станет на свои места так как я не могу в каждой лекции для новоиспеченных подписчиков и людей которые смотрят это видео рассказывать заново потому что тем очень много люди сейчас просыпаются активируют свои способности свое видение ситуации как на самом деле где мы живем в каком мире мы живем что происходит как надо видеть эту ситуацию все очень непросто скажем так с одной стороны с другой стороны вроде бы все просто когда ты все узнаешь чтобы дойти до этого простого надо очень много постараться и напрячься чтобы дойти до этого простого поэтому и хиромантия вроде бы козлухи роман что такого открыл книжку там почитал полистал пару лет там изучил это все и ты профессионал на самом деле да без способностей достичь каких-то высот нереально поэтому гадание будь то на картах на ладони там на лице на кофейной гуще еще на чем-то это должны заниматься определенные люди которым это доступно и причем люди должны понимать с кем они общаются должны уметь фильтровать темные то сущности светлые сущности сразу говорю общение с темными сущностями к чему хорошему не приводит то есть они постоянно пытаются обмануть человека дать ложную информацию запутать его высосать дополнительную энергию поэтому здесь как говорится нужно держать ухо востром и поэтому те люди которые хотят заниматься профессионально рейки хиромантией какой-то хиропрактикой массажем лучше конечно обратиться к контактеру чтобы он посмотрел вашу программу чтобы у вас не нарабатывалась карма потому что это может быть чревато вам кажется что вы помогаете людям а на самом деле помогая людям как вы считаете да вы можете давать ложную информацию либо лечить неправильно этого человека либо когда у человека какие-то кармические заболевания вы пытаетесь лечить эти заболевания потом вам же карма нарабатываться будет либо у человека какая-то отрицательная энергия много кармы и вы начинаете с ним работать вы на себя перетаскиваете постепенно карму и негативную энергию но это не сразу происходит а в течение какого-то времени чем дольше человек работает тем больше у него проблем наступает поэтому такие вещи должны делать только избирательные люди которые заточены под это которые обладают возможностями очищения восстановления из лечения от определенных заболеваний такие люди нам на консультации встречаются не скажу что в большом количестве но встречаются которые должны именно этим конкретно заниматься многие люди когда получают такую информацию очень сильно удивляются ух ты и надо же как интересно но у людей уже есть своя жизнь люди уже находятся в определенной системе чтобы подстроить под эту систему под их жизнь именно то что я говорю иногда уходит годы иногда десятилетия чтобы что-то поменять но это все равно правильно даже если это занимает какое-то время человек начинает двигаться в этом направлении это очень хорошо зачастую у нас очень ложные представления об этих вещах когда мы пытаемся в своей голове понять а да нам нужно это делать помогать людям на самом деле мы вредим людям нарабатываем себе карму казалось бы врач там очень хорошая специальность уважаемый интеллигент на самом деле да в нашем мире но люди большинство не знают что можно да на самом деле навредить многим людям и поэтому будут потом у нас проблемы у того человека кто обращается к нам поэтому будьте внимательны аккуратны развивайте свои интуитивные способности больше медитируйте старайтесь чувствовать переходите на более растительный вид питания и тогда можно что-то уже больше ощущать чувствовать не скажу что все но хотя бы приблизиться на шаг на два ближе к правильным мыслям которые приходят вам в голову от вашего ангела-хранителя тем на самом деле еще таких очень много которых я не касался не раскрывал по мере возможности да и по вашим запросам и если что-то будет у нас попадаться на консультациях интересненько всегда буду рассказывать старая стараюсь продолжать поддерживать самые такие актуальные темы которые вас всех интересуют но конечно тогда когда уже будет реальная информация всего вам самого доброго увидимся в новых видео до свидания